Приветствую вас с вами Dominus Furor, Disable Creeps Spawn, по-моему Creeps Spawn, да, там одно S на два слова. И сейчас мы будем проводить интересный тестик. Давайте я вам вкратце, как можно быстрее расскажу, в чём его суть. А тестик будет на ДПС, ДПС-ометр такой себе, в котором будут принимать участки такие артефакты, как те, что появились слева на экране. Апнем в нашей ВР-ке 11-й левел, левел ап 6, прокачаем в два раза ульту, стандартная раскачка на ВР-ку и фейзы купим. То есть, и мы сейчас по очереди будем делать что? Я буду замерять ДПС. Сначала без ультимейта, ой, сначала без этих артефактов, потом с каждым из них. После этого я буду отнимать от текущего ДПС-а, то есть с артефакта. В общем так, ребят, всё это было очень весело и сложно, но в общем давайте я вам расскажу, к чему эта дорога нас привела. В общем, сейчас вы видите на экране список артефактов, которые я тестил и 4 параметра, да, конечно, таблица всё очень кривая, но, ребят, я думал это будет 20 минут, в итоге это вышло в 6 часов, но, в общем, не важно, да, это уже мои проблемы. Видим артефакты и шкалы. Что эти шкалы означают? Первая шкала 20 секунд, это весь ультимейт ВР-ки без аганима, то есть я настреливал 20 секунд и это ДПС. Именно ДПС, то есть сколько я наносил урона в секунду. Вторая графа, это 5 секунд, это, соответственно, сколько наносит ВР-ка за 5 секунд. Почему лучше смотреть по этой графе? Потому что шейкал, я не помню, сколько он точно действует, или 4,25, или 4,75, но примерно, если там добавить пару сотен, пару сотых секунд, то получается 5 секунд, и поэтому, как бы, так легче посчитать весь урон за шейкал. То есть вы связали, убили и т.д. И плюс ДПС, это сколько добавилось ДПСа к обычной атаке нашей, то есть к обычному нашему ДПСу. Обычный ДПС у ВР-ки с фейзами на 11 уровне под ультимейтом, это 240. То есть она наносит примерно 240 урона в секунду. Теперь давайте, чтобы хоть немножко что-то было понятно, я сейчас магией Вегаса, на которую я опять же убил целый час, перемещу их, ассортирую по возрастанию ДПСа. Итак, поехали. Итак, что мы видим? Мы видим то, что на первом месте у нас рапира. Ну это, в принципе, не удивительно. Она дает много урона, а у ВР-ки много скорости урона. Ну и она дропается при смерти, и дорогой артефакт не самый лучший такой пример. Хотя, то есть видим, что она дает в два раза больше, чем на втором месте предмета, а на втором месте у нас МКБ. Все измерения проводились на ВР-ке 11 уровня с фейзами, без ничего. Только фейзы, только 11 уровень, без плюсиков, раскачка там, вы видели в начале видео. В общем, на втором месте МКБ. То есть оно обогнал Дейдалис, оно обогнал вот эту палку Бласт Сорд, я не знаю, как она правильно называется. Я плохой англичанин. То есть она дает 460 ДПСа. И вот мы можем видеть там, где 5 секунд, шкала 5-секундного урона. Я выдавал, то есть я несколько раз тестил, и у меня получалось от 600 до 800 урона выдавалось. То есть в зависимости от того, как часто у вас будут прокать баши, которые там наносятся, то с чем-то. То есть прокнет там 2-3 раза, 4-5, ну, то есть лак, конечно, зависит. И получается, что МКБ дамажит очень и очень сильно. После МКБ идет Дейдалис, что-то, в принципе, тоже неудивительно. Потом Бласт Борн, этот вот меч арчит. Очень тоже классная штука. И вывозит, вот вы можете сравнить, 20-секундный показатель, 5-секундный. Потому что в первые 5 секунд он наносит урона столько, сколько наносит МКБ у меня, в самой лучшей раскладке, так сказать. Потому что все удары летят критом. Поэтому для того, чтобы убить за шейкала, это как раз один из лучших артефактов. Но все же он дорогой. И собирается из Кристаллиса. Которого, кстати, здесь почему-то нету. Хотя его замерял, но в общем, не важно. Ой, так, ну, в принципе, по таблице здесь все написано. Не знаю, что я говорю. Единственное, еще, что хотелось бы сказать. Это то, что, посмотрите, где Мьолнер, вот этот вот неапнутый. То есть он дает прирост к ДПСу 160. Это почти, это на 10 урона всего лишь больше, чем Дагон. То есть стрелять в ульте с Мьолнером, это, точнее, с этим Мелстромом, то есть неапнутым Мьолнером, это такое же занятие, как стрелять 5 секунд в шейкал, в шейкал, то есть просто с фейзами, потом дать Дагон. То есть ДПС у вас за 5 секунд будет такой же. То есть и то же самое, что купить Аганим. Ну, ничего не поменяется, поэтому все ребята, которые варят вот этот вот артефакт Мелстром на Верку, то есть просто знайте, что ДПСа очень много, очень, точнее, мало он дает. Он даже больше дает арчит за счет того, что он вешает сало, после которого еще урона носит от всего урона. То есть и получается, что в первые 5 секунд он носит больше урона, чем... Мьолнер и Мелстром оба взятые, там разница у них практически никакой, только в 20 секунд я там высчитал, что больше ДПСа нанеслось, и только из-за того, что у Мьолнера Блоги этого больше дамаг по молниям. Дифужил Блэйд наносит тоже достаточно приличный урон, я был удивлен, то есть там 210 преврат в ДПС, в общем, все сами, вы все сами видите. Сейчас я сюда еще приключу вот такую вот картинку. Это картинка двух артефактов тоже, джавелин этого копья и камешка. Камешка, я не помню, как она тоже называется, который армор на 3 понижает или на 2, то есть стоит 300 монет. Он добавляет 40 ДПСа за 300 монет, то есть 40 ДПСа, что это такое? Это если вы 5 секунд будете стрелять, это 200 урона на 11 левеле с фейзами. То есть если вы с фейзами купите вот этот вот камешек, у вас будет дополнительных 200 уронов. Если у вас будет какой-то там еще артефакт на дамаг физические штурки, это будет еще больше, поэтому не жалобитесь покупать за 300 монет вот этот артефакт. Ладно, в принципе, здесь все, что я вам хотел рассказать. Таблицу разбирайте, я ее делал период 4 часа, надеюсь, хоть кому-то она будет полезна. Ну а я с вами прощаюсь, надеюсь, видео вышло как можно короче. Всем спасибо за просмотр, с вами был Dominus Furor. Подписывайтесь на канал, ценим эти видео. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok